На целых три дня наша республика стала столицей российского карате. Во дворце спорта юбилейный города Черкеска несколько сотен сильнейших спортсменов из более чем двух десятков регионов страны оспаривали звание лучшего в своих возрастных и весовых категориях. Состязания были посвящены памяти нашего земляка, мастера спорта России международного класса, многократного чемпиона и призера чемпионатов и первенств России, чемпиона мира 1999 года среди молодежи, судьи всероссийской категории и тренера Аслана Кукаева. Ахмад Халкевичев продолжит тему. География соревнований весьма широкая. Оспаривать звание лучшего в своей весовой категории приехали около 600 спортсменов как из соседних регионов Северокавказского федерального округа, так и из самых отдаленных, как Тюменская область и Хантумансийский автономный округ. Соревнования такого уровня и масштаба за всю историю развития карате в Карачаево-Черкесии в нашем регионе организовывают всего лишь во второй раз. Соревнования такого уровня, они дают очень большой опыт, в первую очередь, нашим спортсменам, что нам очень важно, ну и во вторую очередь, всем тем, которые сюда приехали. Мы планируем делать определенные шаги, скажем, к первенству России, мы планируем, чтобы наши ребята были как минимум в тройке, а так мы планируем уже победить первенство России. Дай Бог. Нашу республику тоже представляют спортсмены, которые неоднократно поднимали флаг Карачаево-Черкесии на соревнованиях всероссийского уровня. Сами состязания проходят в двух дисциплинах карате, кате и кумите. В ката спортсмены демонстрируют свою технику в имитации боя с тенью. Ну а в кумите в конкурентный бой вступают соперники с одинаковым уровнем подготовки. Мы принимаем эти соревнования у себя дома, нужно выступить достойно. Василий Карпов из Камки-Мансийского автономного округа участвовал и в первом турнире в памяти нашего легендарного земляка. Юный спортсмен отмечает сильный рост состязаний как в организации, так и в конкуренции. В прошлом году участвовал за первое место, все понравилось, приехал еще раз. В этом году провел два боя, чуть не получилось из-за травмы, занял третье место. В этом году чуть посильнее участники, но соревнования держат планку и конкуренция хорошая. По итогам трехдневных соревнований лидером в общекомандном зачете стала сборная Ставропольского края. Серебро у спортсменов из Ростовской области озамкает тройку команда Карачаева-Черкесии. Победителям турнира в категории от 18 лет, помимо признания и наград, присваивали звание мастера спорта России. Ахмат Калкечев, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия.